Посвятить этому свою жизнь, это был кризис в России в восьмой год, когда все запуски кино остановились, денег не стал ни у кого, как сейчас. Спиваются, уходят в небытие коллеги-артисты. Просто мы сейчас теряем целый пласт цеха актерского. Уж я не говорю другие цеха. Я боюсь, через пару лет мы будем прощаться со многими, потому что возврата им нет. Время страшно тяжелое. Люди за копейки готовы сниматься в эпизодах хоть кому-нибудь, у кого-нибудь. Сериалы вот и есть, но до того доходит, что человек, если бы получал, ну, грубо говоря, несколько лет назад 100 рублей, то на сегодняшний день этому артисту предлагают 10 рублей. И люди стоят в очередь. Я пришел на кастинг, я увидел несколько человек, и я говорю, а они говорят, да-да, мы сюда же. И я стою в очередь. Вот это голодное время, позорнейшее время для русского кино. Сергея Безрукова вы сняли в качестве режиссера. Он вас сразу поспринял? Сереже произошло очень легко и быстро. Он очень так подружески сказал, когда я согласен. То есть он даже сценарий не смотрел? Да, до такого. И хотя мне казалось, что ему будет сложно воспринимать меня, своего артиста, коллегу, как теперь человека, который говорит... Командует. Да, который говорит, Сережа, нужно сыграть вот так. Ага. Вот. И он умница, он беспрекословно воспринимал все, что я говорил, исполнял, делал, и это была большая радость для режиссера. Вот я и приехал с праздником. Я был раньше приехать. А у меня как-то все был занят. Дела какие-то. Суета какая-то. Все. А помнишь, как я из больницы выбирал, чтобы тебя совсем на рту поздравить? А в дальнейшем он позвонил мне и сказал, Дима, я стал художественным руководителем губернадского театра, я делаю свою первую постановку, я прошу тебя в этой постановке сыграть одну из главных ролей. И я также сказал, хорошо. Смотрите далее. О чем это Татьяна Дюжева? Не так это все романтично происходит. Как Дмитрий относится к постельным сценам? Страстнее! Больше любви! Есть ли у артиста назойливые поклонницы? Номер нам чуть не сожгли. И чем Евгению Додолеву удалось удивить Дмитрия Дюжева? Гениально! Не свидетели вашего первого, ну вот, насколько я понимаю, первого знакомства, то есть когда вы на пробах с Сергеем увиделись, рассказывали, что вы для того, чтобы не смущать его своим высоким ростом, играли вот на этих пробах на полусогнутых. Нет, это было сделано не для него. Это было сделано для продюсера, который понял, что меня из-за моего роста точно не возьмут. Я пацанами хотел побазарить. Ты что? Ты что, забыл, что это моя тема? Ты забыл? Какая твоя тема? Ты мелкий, никчемный наркошек. Это полгода в хлам превратился. Я тебя скоро вообще из движения выключу. А вообще рост когда-нибудь именно по карьере мешал? Как-то же мы адаптируемся в жизни. Конечно, страшно неудобно, когда твоего партнера или партнершу ставят на маленький стульчик, чтобы ты с ним играл на крупном парне. Ну как это, да. Взрослый человек ему говорит, встаньте, пожалуйста, на скамеечку. И вот вы теперь поработаете на скамейке. Я иду навстречу всегда в этом случае. Я говорю, не надо, не надо. Я просто раздвигаю ноги, как штатив, и ростом становлюсь ниже. И если партнер не смотрит вниз, где ноги в шпагате, то, собственно, верит всему, что я играю. Таня, у вас есть любимая роль мужа? Я люблю Димины театральные роли. Например, спектакль «Дворянское гнездо» в Амхате имени Чехова. Я готова смотреть уже какой-то там десяток раз этот спектакль в исполнении Димы. Или, например, мы были недавно на гастролях со спектаклем «Примадонна». И все эти пять спектаклей, которые шли в новом городе Германии, я смотрела из зала. Очень смешной, да. Таня, вот муж, когда работает над ролью, актер же, он же должен погружаться в образ. Вы прям видите, что меняется? Что это уже не муж, а вот Клавдий, условно говоря. Или нет такого эффекта? Только на сцене. Дома нет. Дима готов иногда уехать на спектакль на два часа раньше, чтобы уже в гримёрке подготовиться, чтобы никто не отвлекал, и выйти на сцену действительно другим человеком. Для меня этот эффект превращения всегда есть. Когда спектакль заканчивается, и Дима снова, буквально через секунду, обращается ко мне так, как вот не было этих трёх часов этой роли, этого образа. Как ему так быстро удается переключаться, я не знаю.